Для многих любителей изучать природу может показаться настоящим откровением, что всеми нами известная панда бывает не только черно-белой. О коричнево-белом подвиде панд совсем не упоминается даже в изданиях, которые непосредственно занимаются зоологией или защитой природы. Давайте исправим это недоразумение. Встречайте одно из редчайших животных на планете – большая коричневая панда. Коричневая панда подвид большой панды, по образу жизни мало чем отличается от своего черного-белого товарища. Проживает коричневый китайский мишка высоко-высоко в горах, предпочитает высоту 1300-3000 метров над уровнем моря и селится на территории провинции Шэнси – это центральный Китай. Одно из немногих мест, практически нетронутое хозяйственной деятельностью человека. Наш гость оторван от мирской суеты, потому вся его деятельность весьма неспешная. Большая и редкая коричневая панда жует бамбук, постигает дзен и понятия не имеет, что является редчайшим выбирающим видом. Как же панда приобрела свою необычную окраску? Ученые ищут ответ на эту биологическую загадку. Основная теория говорит нам о том, что коричневый цвет – закрепленная генетическая мутация. Подтверждают эту гипотезу редкие случаи рождения коричневых малышей от черно-белых родителей. Изучению вопроса мешает то, что геном коричневой панды практически неизвестен. С редкостью коричневой панды могут посоревноваться лишь вымирающие амурские котики, а этих мирных зверьков осталось всего лишь 300 голов. Это вызывает серьезные опасения у ученых. На сегодня главной угрозой для вида является так называемый инбридинг – близкородственное скрещивание, при котором в качестве исходных форм используются потомки одних и тех же родителей. А малое число особей неизбежно повлечет за собой смешивание родственной крови. Под пристальный взор людей за последние 30 лет коричневая панда попадала всего 5 раз. На сегодняшний день в неволе содержится лишь один представитель подвида – самец по кличке Цитзаи. Именно он помогает пролить свет на тайну необычных коричневых панд. Размножаются коричневые панды так же неохотно, как и черно-белые. Но вот не любят эти животинки процесс спаривания почему-то. Саму популяцию из 300 коричневых панд стараются не трогать, ибо вмешательство человека может только усугубить дело. В неволе попытка получить необычное потомство от черных и коричневых была предпринята лишь однажды. Даму по кличке Дэн-Дэн скрестили с черно-белым самцом. Результатом стало появление на свет трех медвежат, погибших вскоре после рождения. Оказалось, что черные и коричневые панды действительно далеко стоят друг от друга на генетическом уровне. Но несмотря на провальные попытки ученых получить генетического мутанта в комнатных условиях, у подвида все еще остается шанс на выживание. Территории естественного обитания коричневых панд находятся под строгой защитой. Естественных хищников для панд на этой территории нет. У популяции все хорошо. Остается только надеяться, что наши редкие друзья наконец-таки соберут всю свою волю в мохнатую лапку и уже начнут размножаться. А как вы думаете, почему большая панда это медведь, а красная это панда, а называются они одинаково? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформу Бусти и Патреон по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе Ютуб. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.